Идут годы, а некоторые личности всё равно продолжают считать сильных игроков читерами. Почему же так? И что же такого невероятного сделал рекрент, что его грозится забанить, судя по голосу, явно серьёзный человек? А это мы сейчас и узнаем. Начинается матч с того, что наши герои спокойно лутаются и обсуждают насущные проблемы. Например, строительство китайской стены. Но коварные разработчики специально добавили громкую музыку в автомобиль для того, чтобы отвлечь рекрента, и он не услышал, как к ним в спину подъезжают враги. Благо, у этого человека с реакцией проблем нет. Это сынишка суки на романе с базукой, блядь. У нас тут рок играет, я хуй услышал даже из-за этого. Как обычно, после стадии лута игра переходит в симулятор поиска врагов. И здесь, в пкшном пабге, некоторые проблемы. Потому что найти настоящих врагов оказывается не так уж просто, особенно, если ты играешь не на Эрангеле. Ну а я, друзья, напоминаю, что спонсором ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Поэтому, если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там, по промокоду EROKES, вы получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю только удачи. И, конечно, побед. Ну и в итоге, аж только на 41 лайве нас ожидает первый интересный файт с достойным сквадом, который дает хорошее сопротивление. В этом файте логика рекрента абсолютно ясна. Он нокнул противника, а значит, их не будут контролировать при сокращении дистанции. Что дает им возможность быстро занять нужные позиции и дальше уже напрягать игроков с помощью гранат. Но все оказалось далеко не так просто, как планировалось. У меня поднимает. У меня поднимает, я прям на него вылез. Смотри, что не поднял. Минус. Есть одна проблемка, у меня другой склад хуярил все это время в спину, поэтому я не мог помочь, бро. Здесь действительно рекрент не мог сделать абсолютно ничего. Мы видим, стоило ему подняться, как тут же враги начинают настреливать в спину. А значит, что поднять тиммейта или как-то ему помочь и даже прокинуть смог действительно не было никакой возможности. Но здесь на наглядном примере мы можем видеть главное правило PUBG. Кто занял хорошую позицию, сидит и не высовывается. А здесь рекрент был буквально на волосок от смерти. Оружие действительно клипалось, вынуждая его выходить и подставляться под соперника. Повезло, что враг не нанес ему никакого урона, но это стоило заметить раньше. Хотя рекрент все-таки сделал выводы и поменял позицию. Ну а самое главное в этом файте, что он не торопился и грамотно ждал, пока соперник подставится. Конечно, по всем законам интернета, если один человек играет лучше, чем ты и твои друзья, несомненно, нужно обвинить его в читах, закинуть репорт, да еще и желательно оскорбить. Че, нормально тебе, слухай играй, добрый, ебаный. Наушники называется. Наушники у тебя, блядь, в ушах они наушники. Ох, ты не прав. Три репорта тебе полетела, бать. Да? Я партнер PUBG, я род у ваших репортов. Какой-то партнер PUBG, да, блядь. Но матч на этом не заканчивается. Далее следуют хорошие хэдшоты. Дал в голову ему, на окно. Здесь ребята задержались за синей зоной, ради большего количества фрагов. И действительно, реклент набивает себе девятый и десятый, но какой ценой. Это его тиммейт. Подожди, а я добил? Не хватало этой велички. Он, блин. Ну, Мамин сидит за зоной. Езжай. Забудь. Сольник сидит за зоной. Почему он не хочет пойти куда-то? Почему он сидит просто в АК? Я не понимаю. Ну, он умер, это же 100%. Ну да, он точно умер. Праведливости ради, до этого мы слышали стрельбу в данном направлении. А значит, логично предположить, что этого сольника как раз-таки контролировал другой сквад. Не давая зайти в зону. Транспорта у него там не видно. И довольно логичный вариант подождать, пока круг начнет сходиться, пробросить какие-то смоки и зайти, когда о человеке уже забыли. Что, скорее всего, он и делал. Ну, а здесь мимо проезжали рекренты Убика, которых он спокойно вынес. Ну, сейчас типа выкинет через 3-2-1. Ага. Выкинем. Через 3-2-1. Второй матч обещает быть куда интересней. Ведь рекрент находит дроповский MG3 и возлагает на него большие надежды. Одна проблема, пол сервера уже и так мертвы. ДБС я удаляю, нахуй. Доскринил. МГшка. Найс. О, так это сосалить можешь. Ты любишь такая? Тебе надо... Амер, рысь. Сосал? Машина, Саш, на 110 едет. А сейчас вы увидите настоящий мастер-класс от Дмитрия. Как нужно грамотно обманывать своего друга. Сначала даешь ему небольшую наживку. Там реально рысь, да? Да, там реально рысь, да. Вдруг расслабится. Подумает, что ему ничего не угрожает и его бдительность притупится. И вот здесь начинаем свой выпад. Бро, у меня мозг залагал. Ты какого-то хода мне говоришь, Аймэр, рысь, линкс, Аймэр, пушка называется. У тебя игра на русском, что ли? Сосал? Да. Вот так делается это. Если хоть один из вас после этого сомневается в стратегических навыках рекрента, подумайте еще раз. Как я действительно говорил ранее, матч многообещающий. У ребят есть зона, вокруг много открытых пространств, а значит, что сейчас для них игра превращается в настоящий тир. Главное, хорошо стрелять и самому лишний раз не подставляться. За камнем, типа. Сейчас смотрит, он без каски, можно... Двое, двое за камнем. А есть. Упори, упори, где-то. Нокнул. Я нокнул на камне. Нокнул справа. Майдотеку на текло, я добил твоего. Ты ногу убил сразу. Вайпнул, да. Парочка хороших ноков, зона снова сходится на них, и здесь интересная деталь. Рекрент хочет использовать сразу две пушки, АМР и мини-14. И для этого он буквально их меняет как наперсточник, выбрасывая одну на землю и периодически подбирая вторую. Не, его не добили. Прям нужно пол штрафдим. Никого не убьем. Тип, который убегает, один хп. Я не вижу уже его. Он... Я нокнул дальнего у них за деревом. Он в тильте, я его доедаю. Вот главная угроза на желтые лга. Там играют типа за дорогой прям. На зоне, на краю зоны, пометки. И как мы видим, мини-14 работает безотказно. Здесь Убика решает заехать ближе к центру круга для того, чтобы получать больше информации и забрать себе больше территории. Но это одновременно и очень рисковый мув. Ведь теперь они распличены. И если кто-то нокнется, будет сложно поднять тиммейта. Мы два в три. Я беру снайпу. Давай. Правый пикает. Нокнул право, я хилис фул. А теперь оцените мощь и силу АМР-винтовки. Да, твоего нокнул. Не, возможно селф у кого-то из них, я не знаю. Хороший нок благодаря бешеному урону, но здесь игроки допустили одну ошибку. Оба забыли о наличии самореза у одного из лежачих. Он поднялся, нокнул рекрента и теперь начинаются проблемы. Скорее всего у них селф и слева сольник там где... Я нокнулся. Это где-то где он? Правый селфанулся. Не берется, веришь? Вот здесь я совершенно не понял, почему для использования аптеки рекрент не лег на землю. Он бы тогда был на 100% в сейве, никак не торчал и ему бы ничего не угрожало. Убийца отлично контролировал двух оставшихся врагов, что позволило рекренту не только безопасно восстановить здоровье, но и пробежать в зону, перетянуться и сделать тот самый важный последний фраг. Ну и как говорится, победа-победа вместо обеда. Найс, блядь. Наконец-то долгожданный рангель. Держу в курсе, его искали около пары часов. Ну и опять же, пока стартовый лут и нечем заняться, рекрент решил выдать немного базы пара пушки в PUBG. Китайцы, например, выбирают стабильность. Типа он просто в точку сэмки заспреет, чем с рандомного ауга обосрется и турнир проиграет из-за этого. Типа мы вынуждены играть с аугами какими-то, потому что мы 2 в 4 и нам надо в клоузе перестреливать, мультикилы давать какие-то. Так бы я сэмкой играл тоже. Чисто на 100 метров спреешь в точку, это ж кайф. И конечно же, PUBG не был бы сам собой, если бы все работало нормально. И даже спустя столько лет появляются такие вещи. Тиротник точно стоит. Это, это, что? Что там? Я не знаю. И ничего на карте не происходило аж до топ-15. И уже тут, наконец-таки, начались какие-то файты. Нет, он же перевернулся, я же говорю. Я закрываю уже, тут такой-то стоит Алексей. Снова посмотрите преимущество хорошей позиции. Вокруг 3 рандомных сквада, но при этом рекрент может стрелять по ним как захочет. Как только по нему начинают накидывать в ответ, он просто прячется, хилится и сбивает с себя агр. За зону бежит, желтая. Так, вижу. Ой, слышишь, да, где? Жить-жить, да, слышишь. Довольно близко. Вот здесь где-то, нам их надо убивать как-то. Не повезло с кругом, и здесь придется сначала разобраться с соперниками, которые находятся на его краю, и только потом уже перетягиваются в безопасную зону. Но проблема в том, что не они одни такие умные. И в спине может быть также желающий закрутить по зоне. Все-таки видно, что сейчас PUBG не основная его игра, потому что тот рекрент, которого я знаю, этому сопернику не оставил бы ни шанса. Ну а теперь начинаются трудности. Одно укрытие посреди поля. Слева и справа находятся соперники. И тот самый игрок из будки, которого рекрент не убил, сейчас может доставить большое количество проблем. Благо, есть убика. И буквально за одну секунду вся ситуация перевернулась. Теперь они играют 2 в 1, у соперника нет круга, он находится в опене, ну и убить его дело техники. В ноке же будка, ты говоришь? А, да, будка в ноке. Но он не дотек мне 1 килл долларов. Ну все, на желтый, значит, я где-то. Скоряка стреляет вот тут где-то, на желтый. Да-да, я смог потратить. Я слева кручу его, сейчас убью. Камень, камень на желтый, походу, слышишь? Ага. Три пульки дал ему, по ноге все. Хилица сел. Угу. Я в зоне, он не в зоне, я стою контролю, похуй вообще. Последний умирает от зоны, а в этом матче даже сложно сказать, кто сыграл лучше. Убийца или же сам рекрент. Об этом можете написать в комментариях. Одно, по-другому. Он умрет от зоны сейчас, походу. Он пытается перехилить зону, но он умрет сейчас через 2. А у меня, не знаю, 1 килл, 2.